Я сидела у себя в кабинете, за мной прибежали девочки с ресепшена, что там и женщине плохо. Я пришла, и сначала мне сказали, что женщина начала скрывать лечение, потом в ходе разговора с ее мужем мы поняли, что она беременна, и срок она в 38 лет беременности. Соответственно, у нас женщина начинает рожать соображений. После того, как начались схватки, было решено, что надо женщину приводить ко мне в медкабинет. На носилках инструктора транспортировали ее ко мне на кушетку сюда, и, соответственно, все событие произошло уже здесь. Так как у меня медкабинет, мы базируемся на чем, что оказываем первую помощь здесь пострадавшим, это обработка ссадин, порезов, и как бы аквапарк не был у нас готов к родам. Соответственно, у нас нет специального оборудования для принятия ребенка, ну и принятия родов. Что делать в первой мысли? Побежала к инструкторам, попросила полотенца, и, соответственно, при нем оказывала ручное пособие. Приняла ребенка, возвернула полотенце, ребенок при меня закричал, значит, все хорошо, он не живой, здоровый. Первое впечатление. Я в этом году закончила колледж, получила диплом в июне. Здесь я работаю третий месяц, и, соответственно, у меня опыта как такового еще и нет. А знания по поводу оказания на принятие родов не только на теории. И сначала вроде бы испугалась, но взяла в себя в руки, не растерялась, и все, что вспомнила, применила, и, соответственно, из этого у нас прошло все хорошо. Подошли к охране, попросили вызвать скорую. И вот пока она ехала, со мной была вот сестра. Сначала сидели в колледже, ждали, а потом уже все, поднесли к ней на носилках, в кабинет. Она растерялась, конечно. Ну, потом ничего, взялась в руки. Да, я смотрю, она молоденькая совсем, я одну минуту галлась. Жалко ее, конечно. Ну, что делать-то? Ну, что делать-то? Продолжение следует...